Я приветствую всех, кто в эти минуты смотрит наш канал в эфире программы итоги недели. Подробно о главном семи дней расскажем вам я, Виталий Матюшин, и мои коллеги-журналисты БУК-ТВ. Из всех событий этой недели мы обсуждаем то, что важно знать в подробностях и к чему необходим компетентный комментарий. Как всегда в начале выпуска, коротко о главных темах сегодняшней программы. Представители этого самого творческого направления дарят другим главное – умение чувствовать, радоваться и сопереживать, поддерживать и восхищаться. День работников культуры отмечается в Беларуси. В преддверии профессионального праздника всех этих ярких, неординарных, талантливых личностей чествовали в городе над Бугом. Они заботятся о том, чтобы нужная информация дошла до адресата, чтобы срочные телеграммы были приняты вовремя, а посылки доставлены прямо в руки заказчику. Всемирный день почты торжественно отметила большая армия брестских почтовых работников. Иногда мы не можем добавить времени к ограниченной жизни, но мы можем добавить жизни к ограниченному времени. Большой материал Анастасии Ноздрин-Плотницкой о буднях Брестского хосписа, приуроченный ко Всемирному дню палеоативной помощи. В эфире итоги недели мы начинаем. Люди творческих профессий, те, чья жизнь и работа неразрывно связаны с искусством и культурой, те, кто трудится над сохранением и приумножением культурного наследия страны, кто делает нашу жизнь ярче и богаче, ежегодно отмечают свой профессиональный праздник во второе воскресенье октября. В Брестской области более 7,5 тысяч человек имеют непосредственную причастность к торжеству. Это поэты, писатели, художники, работники музеев и библиотек, музыканты, руководители творческих коллективов. В преддверии праздника самые талантливые представители творческой интеллигенции стали участниками больших мероприятий, которые прошли в городе Надбугом. На празднике тех, кто дарит радость другим, побывали наши корреспонденты. Вот так ярко и торжественно встречали работников сферы культуры нашей области в канун профессионального праздника в Брестском областполкоме. Лучшие из лучших были отмечены заслуженными наградами. Ведь усилиями этих людей создается яркая и насыщенная жизнь для всех нас. И для каждого из них это не просто работа. Творить и созидать, дарить радость и позитив другим – это их ежедневная необходимость. И за это мы им благодарны. Праздник и работники культуры – это такие очень взаимосвязанные вещи. Там, где проходят праздники, всегда присутствуют работники культуры. Конечно, пандемия внесла свои корректировки в нашу работу и в нашу жизнь, но мы нашли новые формы работы, и мы с достоинством с этой пандемией, так сказать, справляемся в области культуры. Хочется поблагодарить мне и наших ветеранов культуры, которые построили этот фундамент. Хочется сказать спасибо тем работникам, которые сейчас работают в это нелегкое время. Ну и также поздравить молодежь, нашу креативную молодежь, которая на сегодняшний момент показывает нам, как нужно работать и как мы будем работать в будущем. Работники Брестской области достойно выполняют свои профессиональные задачи. Они, несмотря на современные реалии, пандемия, на те ограничения, которые есть, несмотря ни на что, все задачи, которые стоят перед ними, выполняются достойно, профессионально. И я хочу констатировать, что они сегодня заслуживают действительно настоящих слов благодарности. Благодарности за свою работу, за свой профессионализм, труд, свое неравнодушие и желание быть всегда рядом с нашими гражданами и помогать им решать задачи, поддерживать настроение. Мы всегда понимаем, что работники культуры – это праздник. Наверное, да. Но если они этот праздник готовят, то для них это работа. Людям творческих профессий дано не просто созидать прекрасное. Их энергетика и вдохновение наполняют нашу жизнь новыми красками, обогащают наш внутренний мир, заставляют думать и размышлять, изменять все вокруг и меняться самим. И в эти праздничные дни весь город чествует их, говоря спасибо за такую нужную всем нам работу. Наша главная задача сейчас – сохранить те традиции проведения культурных мероприятий, традиции городской культуры, которые наработаны именно наши брестские традиции, сохранить себя, сохранить свое здоровье, сохранить коллективы и ждать того периода, когда мы по-прежнему будем, как и несколько лет назад, активно продвигать вперед брестскую культуру. Пока нам это удается, я абсолютно благодарен всем учреждениям культуры, всем направлениям наших учреждений, широкому этому спектру, за то, что в принципе мы все вместе, мы все рядом и устремлены на четкую и понятную задачу – делать город Брест городом высокой культуры, городом высокого интеллекта и городом особым в силу нашей тысячелетней истории. Хочется отметить, что в городе Бресте в рамках городского подчинения находятся 12 учреждений культуры, в которых работают порядка 500 человек. Культура города Бреста влита в социально-культурную жизнь города. Безусловно, это ряд мероприятий, это ряд государственных праздников, это ряд православных праздников, религиозных праздников, это ряд праздников, посвященных различным датам. Поэтому всех, безусловно, мы поздравляем с праздниками и желаем в первую очередь крепчайшего здоровья. В этот день работники сферы культуры были в центре внимания. Им вручали цветы, награды и благодарности, говорили много теплых слов и пожеланий. И только для них звучали и музыкальные поздравления. Сегодня замечательный день, день работников культуры. Говорят, когда все исчезнет, останется только культура. И с этим трудно не согласиться, ведь именно культура, это же самое жизнеутверждающее, самое человеческое качество, которое есть. И мы, работники культуры, как никто это знаем. Я поздравляю всех с праздником работников культуры. И, конечно же, хочу сказать, что, да, сейчас мы работаем в сложное время, уже полтора года из-за пандемии. У нас все не так, как было раньше. Но однажды, я думаю, очень скоро, пандемия закончится, и мы будем жить еще ярче, чем до нее. В списке награжденных людей искусства – 44 профессионала, в числе которых участники, руководители различных творческих коллективов. Писцы, художники, библиотекари и актеры. Среди них и художественный руководитель народного ансамбля песни и танца «Прибужье» Романюк Ирина Николаевна. Именно этот уникальный коллектив первым в республике получил звание «Народный». Благодаря ярким талантам и замечательным номерам его знают далеко за пределами страны – в Дании, Польше, Норвегии и даже на Фарежских островах. Культура, она должна быть, и я думаю, что она, конечно же, победит все то, что было, все, что есть плохого, негативного, все равно победит культура. Без культуры человек не может жить. Не может жить без культуры награжденный в этот день Тигран Джавадян, руководитель проекта «Белорусская ассоциация творческих людей». Это его картины долгие годы вдохновляют брещан и украшают самые масштабные яркие выставки в городе. Это он сплотил вокруг себя талантливых мастеров кисти. Хоть культура, она из-за пандемии больше всего, наверное, страдает, потому что культура – это всегда массовость, но я уверен, что мы выйдем, победим и покажем себя обновленными. Мы работаем, мы готовимся и не просто готовимся, мы готовим будущее. Наше будущее в нашем городе готовит и Олег Нерода, ведь это под его руководством в образцовом хоре мальчиков-певнике выросло не одно поколение. Во-первых, хочу поздравить всех работников культуры с этим праздником. Культура – это не только работники культуры, а культура в каждом из нас, в каждом нашем действии. Я думаю, что это такое многогранное, емкое понятие. Всем здоровья, любви, благополучия. Ну и еще раз работников культуры с этим великим, емким, многогранным праздником. Людмила Логодич, Александр Воронин, Юрий Лемонтович. Специально для программы «Итоги недели». Вы смотрите программу «Итоги недели» на БукТВ. Продолжаем выпуск. Потребность человека отправлять послания в разные географические точки возникла в далекой древности. Сначала с этой функцией отлично справлялись гонцы. Гораздо позже возникли телеграфные конторы. В одной из них, например, почтовые экипажи, брички и кареты, проходя через Брест-Литовск, принимали и оставляли письма и легкие пакеты на Москву и Варшаву. В XIX веке с появлением железных дорог и пароходства, а в XX веке еще и самолетов, скорость почтовых рассылок возросла в разы. На данный момент почтовая служба представляет собой современное предприятие, которое обслуживает физических и юридических лиц, предоставляя при этом целый ряд и почтовых, и непрофильных услуг, и реализации товаров. И сегодня сотрудники этой организации в различных уголках нашей планеты отмечают свой профессиональный праздник – Всемирный день почты. Наш следующий материал выпуска посвящен этому событию. С теплых слов благодарности в адрес тружеников, непростой и ответственной, но в то же время такой необходимой людям почтовой отрасли, началось торжественное мероприятие, посвященное Всемирному Дню Почты. Нам вдвойне повезло. Мы имеем теперь два профессиональных праздника. И это правильно и важно, потому что для меня лично, для руководителя, есть возможность вам дважды сказать большое спасибо за труд. Поблагодарить каждого, вручив определенные награды. У Брестского филиала есть особенный повод гордиться своими достижениями. Ведь по итогам республиканского конкурса профессионального мастерства его сотрудники привезли множество наград и взяли пальму первенства в общекомандном засчете. Они на деле доказали, что лучшие в стране профессионалы работают в Бресте. Людям, которые самоотверженно трудятся и бесконечно преданы выбранному делу, а также ветеранам вручали в этот день цветы и награды. Хочу поблагодарить своих работников за преданность профессии, которую они выбрали. За их труд, за их профессионализм, за их отношение к делу, за их отношение к нашим людям. Пожелать им здоровья, в первую очередь крепкого. Пожелать им благополучия, им, их семьям. Ну и всегда оставаться преданной Белорусской почте. Сегодня Белпочта шагнула далеко вперед и с каждым годом мы развиваемся, двигаемся, внедряем новые услуги. За определенный короткий период времени цифровая информатизация в нашей сфере продвинулась довольно широко. Но самым главным и ценным ресурсом Белорусской почты по-прежнему остаются люди. Кристина Прокопчук – почтальон 5-го отделения связи города Бреста. Ежедневно, в любую пору года и при любой погоде с увесистой сумкой на перевес пишет она с корреспонденцией по знакомым адресам веренного ей участка. То, что работа пришлась ей по душе, сомневаться не приходится. Об этом говорит и внушительный стаж работы. Несмотря на то, что только простых писем в ее сумке бывает больше 500, а за день приходится пройти не один километр, девушка видит в своей работе много плюсов. В этой профессии я уже более 20 лет, можно сказать 21 год. Ну, пришла, потому что мне нравится общение с людьми, с природой, постоянно на ногах. Не нужны физические, отдельно физические нагрузки. Людям несешь радость, потому что люди ждут любое письмо. И вот таких преданных своему делу специалистов и настоящих профессионалов своего дела в 32 отделениях почтовой связи нашего города работает 538. Помимо этого в Бресте есть еще два пункта почтовой связи. Только за один месяц Брестская почта высылает 607 478 отправлений и 26 720 денежных переводов по Беларуси и в другие страны мира. Здесь работают целые поколения семей, строят карьеру и добиваются отличных результатов. У меня мама работала на почте, родственники работали на почту, то есть по стопам родственников, так сказать, пришла на почту. Мне нравится моя работа, есть возможность расти, участвовать в конкурсах. У нас проводятся конкурсы профессионального мастерства на региональном, областном, а также на республиканском уровне. В этом году на республиканском уровне я заняла второе место и это очень почетно для меня. Хочу всех коллег поздравить со Всемирным днем почты. Мы делаем очень важное дело, потому что многие люди ждут своих посылок, писем. И хочу пожелать процветания нашей почте, нашему общему делу. Сегодня почта предоставляет целый комплекс услуг. Прием всех видов почтовых отправлений, почтовых денежных переводов, подписку на периодические здания, производит выплату пенсии и пособий, принимает все виды платежей, реализует маркированную продукцию, печатные СМИ, товары почты, а также товары повседневного спроса. Специалисты здесь ничуть не удивятся, если узнают, что адресат живет в Уругвайе, например, или в Ирландии. Самые дальние страны в основном мы отправляли в США, в Африку отправляли даже, в Канаду. Обращались к нам французы, африканцы тоже к нам обращались. Было очень интересно с ними поработать. Самое главное – качественное обслуживание, быстро обслужить и общение с клиентами. Ежедневно только в одно отделение почтовой связи обращается порядка 300 человек. И каждого здесь ждет комфортная атмосфера. Современный офис, качественная консультация, быстрое обслуживание, а также добрые слова и улыбка. От тем праздничных к темам насущным. Развитие дипломатического диалога с регионами России продолжается. На этой неделе состоялась встреча председателя Вресского госполкома Александра Рогачука с представителями делегаций из Нижнего Тагила. Какие вопросы были подняты в рамках рабочего визита и какие направления могут получить дальнейшее развитие уже в ближайшее время? Ответы на эти и другие вопросы в материале Анастасии Наждрин-Плотницкой. Диалог с регионами России – это одно из направлений, в котором сегодня работает экономика Брещины. Для областного центра эффективное сотрудничество с Нижним Тагилом означает новые рынки сбыта, новые стратегические отношения в различных сферах. Промышленный сектор здесь пересекается минимально. А это значит, что обеим сторонам диалога будет, что продавать друг другу на взаимовыгодных условиях. Мы понимаем это о том, что взаимоотношения должны быть, они должны быть усилены. И то, что я сегодня вот это, мы увидели вот это понимание от вашего главы и общее понимание о том, что мы можем быть вместе и должны быть вместе и развивать эти добрые отношения, это все хорошо. Вот такие личные контакты, рабочие контакты – это форма развития нашей экономики, нашего города Бреста. Да, это Санта, да, это Савушкин, прежде всего, но у нас есть масса других предприятий, которые могут позволить себе поставить практически однозначно продукцию бирового уровня туда, в Нижний Тагил. Что для этого будем делать? В рамках павратинских отношений делать взаимные наши выставки, приглашать делегацию деловых кругов Нижнего Тагила к нам сюда. Работать в рамках торгово-промышленной палаты, работать в рамках отношений между органами самоуправления. Нижний Тагил – представитель Свердловской области, с которой экономический диалог уже в процессе своего становления. Так, товарооборот российского региона с Брестом превысил 13,5 миллионов долларов. Есть потенциал для сотрудничества в сфере легкой промышленности, а также сохранение темпов роста по экспорту молочной продукции, рыбы и морепродуктов. Если сейчас мы полностью сложим руки и ограничим контакты, в том числе деловых кругов, административных, при этом наших коммуникаций, тогда, выходя из пандемии, у нас не будет задела. Поэтому данный визит, даже с условиями всех ограничений, мы видели, мы даже на встрече были, когда близко друг с другом были в масках, да, это те риски, которые абсолютно оправданы с точки зрения того, что нам надо развиваться, нам надо зарабатывать, в том числе, я имею в виду, город Брест. Нижний Тагил – город по братьям Бреста с 1998 года. Эта дружба знакова и значима, особенно в вопросах сохранения исторической памяти. Это направление участники встречи считают одним из приоритетных, поэтому обмен молодежными делегациями должен стать регулярной формой сотрудничества. Очень важно для того, чтобы поддерживать еще народную дипломатию, чтобы наши ребятишки, вот действительно, Александр Степанович очень правильно сказал, отработаем процедуру, либо это будут прицепные вагоны, либо это будут просто перелеты. Но то, что здесь должны быть наши ребятишки, и чтобы они видеть, должны вот эти города общаться с вашими детьми. К слову, именно поэтому посещение мемориала «Брестская крепость-герой» стало обязательным пунктом ознакомительной программы. Делегаты возложили цветы к вечному огню, а также минутой молчания почтили память героев. Продолжилась рабочая поездка посещением предприятий областного центра. Иногда мы не можем добавить времени к ограниченной жизни, но мы можем добавить жизни к ограниченному времени. Это высказывание особенно четко и точно подмечает главную функцию палеотивной помощи – оказывать поддержку тем, кто хорошо понимает, как близко с ним находится тот крайний порог действительности. И как важно, чтобы этот период прошел максимально душевно, тепло и просто. Эту особую задачу в областном центре решает коллектив «Брестского хосписа». Пациенты учреждения – люди разного возраста и социального статуса. Здесь многие из них обрели верных друзей, таких же, как и сами. А еще – поддержку, веру, заботу, философию и мудрость. Каждый год во вторую субботу октября во всем мире отмечается Международный день палеотивной помощи. Наши корреспонденты направились в учреждения, чтобы познакомиться с его жителями и теми, кто каждый день дарит им самого себя без остатка. Вот уже три года в Бресте существует хоспис. Медицинское учреждение с не совсем обычной, но такой важной функцией. Помогать тем, чей жизненный путь оказался тернистым, а его продолжительность уже имеет реальное очертание. У входа в лечебный корпус всех приходящих сюда встречает ангел. Именно с его образом многие пациенты сравнивают работу сотрудников учреждения. Каждый день в своих белых на крахмаленных халатах они приходят в палаты к тем, кто печален, вселяя веру в то, что даже последние мгновения жизни могут быть проведены в радости. Что сейчас беспокоит? Ну, нормально и все. Нормально? То есть сейчас уже боль такая ушла сильная, да? Конечно. Ушла. Сегодня штат Брестского хосписа – это чуть более полусотни работников. За эти три года коллектив здесь практически не изменился. Врачи и средний медицинский персонал понимают, с какой функцией они приходят сюда и видят в своей деятельности глубокий смысл. Палитивная помощь – это та помощь, которая оказывается больному, когда помощь ему в наших стационарах города уже бесполезна. То есть он нуждается в обезболивании, в уходе, в поддержании жизненных функций, в гуманном, таком нежном отношении к себе со стороны персонала, в индивидуальном подходе. Это жизнь и бессмертия у нас нет. Все люди уходят из жизни, а нам надо создать достойный уход вот этих тяжелых больных из жизни. И мы это делаем. Обходы, измерение давления, перевязки, установка капельниц – казалось бы, медицинская обыденность. Но в каждое свое дело медики вкладывают частичку себя, своей любви и заботы. Кого-то нужно поддержать добрым словом, кого-то похвалить за терпение, кому-то просто улыбнуться. В связи с пандемией гости в учреждении бывают нечасто. Но именно здесь, когда каждый день на счету, более понятными становятся простые мелочи, которым важно и нужно радоваться. Наверное, надо уметь не принимать близко к сердцу, но быть сострадательным с пациентом. То есть воспринимать его как здорового человека, помогать ему как больному пациенту. Но близко к сердцу нельзя принимать, потому что мы должны быть психологически здоровы для того, чтобы и оказывать помощь пациентам. Каждый пациент для нас индивидуален, и к каждому у нас есть индивидуальный подход. У каждого свои нюансы в болезни, в жизни, в состоянии и в настроении. У каждого из пациентов здесь своя история, чтобы рассказать которую, не всегда нужны лица, фамилии, даты. Громче слов здесь говорят обо всем детали и обстановка. Она спокойная, умиротворенная, словно оберегаемая от лишней суеты и тревог. Кажется, что время здесь остановилось. Лишь свечи, зажигаемые в молитвенной комнате время от времени, напоминают о надежде. И о том, как эмоционально каждое мгновение, и как близок может быть духовный путь в вечность. По своему даже личному опыту знаю, по опыту многих пациентов, сейчас уже наших. Как трудно и как страшно остаться человеку наедине со своей болезнью. Как трудно остаться с этой болью, которой невозможно иногда перебороть, купировать, вообще признать ее. Поэтому хочется помогать таким людям. Хочется, чтобы они чувствовали в нашем хосписе, что здесь им помогут, окажут помощь в любой момент, обезболят, снимут все другие ненужные, тягостные вопросы по жизни, которые мешают им жить. Поэтому работа такая полезная. Палиативная помощь оказывается не только взрослым, но и детям на базе детской областной больницы. Здесь вместе работают психологи, доктора, няни Красного Креста. История не знает сослагательного наклонения. Так вышло. И каждую такую ситуацию необходимо принимать философски, пусть и с долей страха и горечи. В нашем стационаре работают психологи. Психологи работают с членами семьи, с некоторыми детьми, с которыми может работать психолог. У нас работает физический терапевт, который тоже оказывает помощь, массажисты. С Красного Креста приходит, есть такая программа «Няня вместо мамы», которая приходит и находится здесь с детьми, оказывает посильную помощь. Протянуть руку, найти необходимые в такую минуту слова поддержки и утешения пациенту, его родным и близким, оказать требующееся медицинское и медикаментозное сопровождение. Это то, что сегодня включает в себя палиативная помощь. Без боли, без страха, без одиночества. Это необходимые условия, это право каждого человека, находящегося на последнем жизненном рубеже. Никто не знает, как долго он продлится, но пусть и эти мгновения будут наполнены тем, что называется жизнь. Чума и пандемии, оспа и туберкулез – все это жуткие страницы книги жизни мира, которые уже перевернуты. Никто и подумать не мог, что откроется новая, не менее трагичная, суровая и безжалостная чума 21 века, COVID-19. Наша страна, как и весь мир, затаила дыхание в ужасе, волнении и предвкушении еще более худшего развития событий, хотя, кажется, куда еще хуже. Сегодня в каждом доме люди не просто переболели коронавирусной инфекцией. Многие семьи потеряли своих близких только по вине этого безжалостного коронованного вируса. Статистика случаев заболевания и летальных исходов в Беларуси удручительная. По официальным данным, только за август месяц этот мир покинуло 327 человек, за сентябрь – 368. Как пройдет октябрь, пока говорить сложно. Наш город также получил сильнейший удар по всем фронтам. Статистика заболеваемости непрерывно растет, как утверждают специалисты. Осенне-зимний период будет особенно сложным для брещан. В городе объявлено ужесточение мер безопасности. Ради себя и ради окружающих. К их соблюдению нужно относиться очень серьезно и внимательно. Еще раз напоминаем, что единственным верным способом защиты является только вакцинация. О том, какая противоковидная работа проводится в Бресте сегодня, расскажет Алена Миневич. Еще в сентябре Министерство здравоохранения Беларуси заявило о приходе в Беларусь очередной четвертой волны коронавируса. Ухудшает ситуацию то, что она накладывается на классическую сезонную эпидемиологическую ситуацию. Острая респираторная вирусная инфекция, грипп, перепады температур характерны для Беларуси в эту пору года. Именно сейчас тот самый момент, когда людям нужно быть сознательными и сострадательными. Нужно думать про себя, но и не забывать про окружающих. Ведь инфекционному заболеванию свойственно поражать большие массы населения. А потому просто необходимо использование средств индивидуальной защиты. Во всех учреждениях Бреста, магазинах, школах, аптеках, в том числе и в общественном транспорте, ужесточили масочный режим. Почему? Ответ прост. Мониторинг показал, что не все пассажиры в транспорте пользуются масками. Водители сегодняшнего дня имеют право по своему усмотрению останавливать транспортное средство. И здесь будет уже работать механизм коллективной ответственности. То есть все ответственны друг за друга. И обращайте внимание на соседей, которые находятся без маски в общественном транспорте. Предупреждайте, что транспорт на любой остановке, в любом месте может остановиться и дальше не поехать. До тех пор, пока все пассажиры не будут находиться в маске. У водителей в обязательном порядке наличие маски и наличие средств для обработки в салоне. Ну, понятно, что некоторые транспортные средства, там, где изолированная кабина, и все-таки целый день находиться в маске, также не есть правильно. Конечно, водители не обязаны в изолированной кабине находиться в маске. Но при общении с пассажиров, при продаже билетов, масочный режим обязательный. В большинстве своем брещане понимают, что необходимо использовать средства индивидуальной защиты. Но, к сожалению, не все и не всегда. Вероятно, те, кто игнорируют элементарные правила безопасности, не знают и не понимают, чем это все может закончиться. Есть ли у вас желание быть подключенными к аппарату искусственной вентиляции легких, лежать неделями в больнице и не знать, чем это все закончится? Если нет, вакцинация – единственно верное решение. Да, ни для кого не секрет, что привитые люди тоже заболевают, но у них больше шансов справиться с болезнью и не умереть в итоге. Вакцинация, в первую очередь, направлена на то, чтобы не было серьезных осложнений и смертельных исходов. То есть человек может заболеть, но он перенесет инфекцию в более легкой форме. В нашем областном центре все силы брошены на развитие прививочной компании. Получить свою порцию защиты каждый желающий может в любой поликлинике или же в других пунктах вакцинации в городе, каких сегодня немало. Для ускорения процесса иммунизации населения в городе работают и выездные бригады. Вакцинация проходит прямо на предприятиях, в фирмах и общественных учреждениях. Как показывает практика, это быстро и удобно для людей. Среди работников нашего учреждения наблюдается активный рост желающих вакцинироваться. Люди понимают важность данного процесса в целях минимизации рисков распространения инфекции ковид. И, конечно, мы очень благодарны нашим медицинским учреждениям, в частности, поликлинике номер два, которая сотрудничает с нами сегодня. И вот уже на протяжении августа-октября за их готовность в удобное для нас время выехать на наши рабочие места. Все вирусы, включая вирус, вызывающий ковид-19, со временем изменяются. На сегодняшний день во всем мире выявлено сотни его вариантов. И кто знает, как он будет мутировать в будущем. Не будем забывать, что впереди непростой зимний период. И все, что может нам хоть немного помочь, это коллективный иммунитет. Если все люди объединятся вместе против единого врага, это может дать результат. 2021 год богат на знаковые юбилеи. Так свое 55-летие отметил совсем недавно Брестский государственный технический университет. Бесспорно, за долгие годы своего существования вуз подготовил большое количество высококвалифицированных кадров для города, области и страны. За это время в учреждении образовались самостоятельные ячейки, факультеты, некоторые из которых также встречают красивые праздничные даты. Так, на текущей неделе свое 50-летие отметил коллектив факультета инженерных систем и экологии. В честь знакового юбилея здесь состоялась международная научно-практическая конференция, на которую выступить с докладом и поздравить с праздником приехали научные умы из различных вузов ближнего и дальнего зарубежья. О тех, кто учит, о тех, кто дарит любовь к своему делу, о тех, кто заботится об окружающей среде, наш следующий сюжет. Природное богатство Беларуси – это уникальный ресурс, который необходимо оберегать, сохранять его целостность и первозданность. Эта задача обязана из тех, кто выбрал для себя непростую, но очень интересную профессию – профессию эколога. Она является одним из профилей, в рамках которого готовят специалистов на факультете инженерных систем и экологии Брестского государственного технического университета. Подразделение – одно из старейших в вузе. За плечами опытных наставников, сотни учебных пособий, тысячи подготовленных студентов и, конечно же, успешно реализованы областные, республиканские и международные программы. Пять лет назад мы подписали договор о сотрудничестве между Институтом водного хозяйства Грузинского технического университета и факультетом. Пошло уже более пять лет, и мы уже продолжаем сотрудничество. Мы сделаем совместные конференции, приглашаем аспирантов и молодых ученых. И я уже два раза читал лекцию здесь, в этом факультете, как визитный профессор. Мне очень нравится здесь, потому что мелиорация сейчас на руках молодежи. Круг у нас широк, общение. Наши сотрудники, преподаватели занимаются активной научной деятельностью. Наши труды известны, ну, не только в стране Бессер. Недавно мы закончили совместный такой проект большой, выпустили восьмитомник «Полесье». То есть здесь участвовали ученые Белоруссии, Украины, России, Польши. Сейчас мы работаем над английской версией, чтобы эта информация о нашем «Полесье» уже стала более доступна во всем мире. Амбициозные планы основываются на успехах, достигнутых за время существования. 55 лет техническому университету, 50 лет факультету инженерных систем и экологии. В честь этого события в ВУЗе состоялась конференция «Актуальные научно-технические и экологические проблемы сохранения среды обитания», в рамках которой прозвучали не только важные темы и данные новых научных экспериментов. С трибуны и приличного общения в адрес авторов мероприятия, юбиляров, звучали слова поздравлений, подписаны и важные договоры о сотрудничестве. Рад, что вы приехали и откликнулись на приглашение нашего ВУЗа и посетили эти стены, для того, чтобы вместе с нами побыть не только на данной четвертой уже международной конференции, но и на праздновании как нашего юбилея 55-летия университета, так и 50-летия уникального, и я не побоюсь этого слова, знаменитого факультета, который за 50 лет прошел огромнейший путь, подтвердил свою высокую значимость не только в Республике Беларусь, но и за ее пределами. Те милиоративные системы, которые положены в 8 территориях России, были построены милиораторами Белоруссии. Поэтому я с большим и огромным вниманием отношусь к этому взаимоотношению. Я привез с собой договор о взаимоотношениях между Брестским политехническим институтом и Российским и Всероссийским научно-исследовательским институтом милиорации гидротехники. Работа факультета инженерных систем и экологии – это широкий профиль деятельности. Милиорация – водное хозяйство, теплоснабжение, экология, от технологичного к эргономичному и безопасному. Ребята здесь не только открывают для себя большой научный мир, но и с удовольствием участвуют в художественной самодеятельности и различных мероприятиях, проводимых здесь. Они очень любят выбранное ими дело и нисколько не сомневаются в его успешности. Я поступала на эколога, как-то хотела помочь своей планете, своей стране. Я учусь уже в выпускной курс, мне все нравится, и я думаю, другим тоже понравится. Я хотела бы в строительство, потому что все-таки строительство каждых зданий или компаний является своего рода важностью, а эколог дает допуск до строительства. То есть, если здание будет на какой-то территории, которая не допускается к использованию, конечно же, строить здание это нельзя. И эколог играет ключевую роль в подписании контракта или договора, чтобы это строительство удалось. Юбилей факультета инженерных систем и экологии органично вписался в большую череду праздничных мероприятий, посвященных 55-летию самого университета. Кстати, к торжеству было приурочено и открытие филиала кафедры архитектуры на площадях Брестской крепости. Теперь студенты смогут заниматься изучением оборонной архитектуры на территории одного из старейших учреждений. В ВУЗе на юбилейный год запланированы и другие, не менее интересные мероприятия, о которых в своих сюжетах мы расскажем вам уже совсем скоро. Это были итоги недели, у которых, как всегда, свои герои и свои события, какими их увидели корреспонденты БУК-ТВ. Жизнь всегда проще, если понимаешь, как и что происходит. Мы встретимся снова уже на грядущей неделе. Будут новые темы и новые герои. А если вы знаете то, что неизвестно нашим корреспондентам, звоните на номер в Бресте 54-63-67. Не забывайте, канал БУК-ТВ есть и в социальных сетях. Будьте с нами на Фейсбуке, Инстаграм, ВКонтакте, а также подписывайтесь на наш канал в Ютуб. Я Виталий Матюшин, желаю вам добрых новостей в ваших домах и, конечно, здоровья вам и вашим близким. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова